Здравствуйте! Вы смотрите интервью на информационном портале ЛАФМД. Сегодня наш гость, кандидат на должность Башкана Гагаузии Сергей Чемпеевич. Здравствуйте, Сергей Константинович. Здравствуйте. Рад Вас видеть. Мы с Вами говорили неоднократно и во время избирательной кампании, но сейчас уже избирательная кампания практически завершается, потому что 30-го уже будет день голосования, и жители Гагаузии смогут выйти на участки и сделать свой выбор. И, наверное, можно говорить об самой избирательной кампании и о том, как она шла, потому что для Вас она началась позже всех из кандидатов. Да, мы знаем причин того, что были определенные препятствия со стороны Центральной избирательной комиссии под Вашей регистрацией, но и та политическая ситуация, которая складывается в стране, в том числе и ситуация, связанная с выборами в Гагаузии и отношением политических партий и центральных властей. Думаю, может быть, многим будет интересно Ваше мнение по этому поводу, потому что о Вашей программе мы говорили, но если как-то еще будем пересекаться в разговоре, то пожалуйста. Сергей Константинович, если мы говорим о предвыборной кампании, потому что Вы имели встречи. Сегодня публикуется очень много опросов разных. Суть даже не в том, кто лидирует из кандидатов в этих вопросах, а о тех проблемах и приоритетах, которые выявляют эти опросы. Первый, конечно, это связано с уровнем зарплаты. Из политических предпочтений вопрос все-таки, что боязнь какого-то военного конфликта, эти приоритеты являются основными среди людей, которых опрашивают кирилл и компании. Что общего и что главного обозначают люди на Ваших встречах? Спасибо за возможность поговорить. На самом деле нам и в выборный период, и раньше часто обсуждали политическую ситуацию в Гагузии и многие другие вопросы. В действительности я вступил в избирательный период месяц назад почти, то есть 1 апреля. Времени мало. Пытаемся проводить встречи с людьми в каждом на сегодняшнем пункте. Вот буквально еще осталось пару дней, то есть есть у нас планы встречи еще в тех или коллективах. Пытаемся донести до людей, ну, в первую очередь, и программу, но в большей степени саму ситуацию, в которой мы оказались. Мы, собственно, оказались заложниками всей этой ситуации сложной, в которой мы сегодня проживаем. Я имею в виду и в Гагузии, и в Молдове в целом. В большей степени нас, конечно, беспокоит наше внутреннее положение дел, то, что люди обездолены, то, что обещания были не выполнены, то, что люди очень сильно обмануты, разношированы и очень большой процент, хочу повторить, очень большой процент людей не верят в перемены. Вот эта печаль в глаза, что уже говорят, никому не верим, это, конечно, очень плохо. Мне кажется, что вот этот процент может сильно повлиять на то, что выборы могут даже не состояться из-за низкой явки. Вот я, если будет возможность, потом, конечно, и обращусь к жителям, и не только на вашей площадке, поскольку не выходя даже на выборы, собственно, те люди, которые не выйдут на выборы, они помогут сохраниться действующей власти, я имею в виду нынешнему Башкану, оставят в силе те беззакония, которые они творят, то есть будут продолжать дальше грабить Гагаузию, если большинство людей не выйдет на выборы и выборы не состоятся. Потому что если смоделировать ситуацию, что если сейчас выборы не состоятся, через две недели даже при явке одной трети и всякое может быть, если они не состоятся, то выборы будут перенесены и назначены новые выборы, предположим, через три месяца. Шансов, что тогда они пройдут, тоже будут шансы малы. То есть может сохраниться нынешняя власть при управлении единым влагом на неопределенный период, и мы окажемся в таком кризисе, из которого, наверное, даже мне трудно представить, какой выход вообще можно будет потом найти какой-то выход. По части этих опросов, что могу сказать? Ну, спекулируют как могут. Я даже не хочу комментировать. Социалисты, это мастерски, по-шулерски они делают всегда опросы. Опросы покажут реальные на выборах воскресенье. Люди реально покажут. Я знаю положение дел, встречаюсь с людьми, и то, что они сегодня демонстрируют, это чистейшая фиксия для того, чтобы попытаться повлиять на умы людей. То, что партийная система, то есть партии пытаются влиять на эти процессы, ну и центральные власти, хотя они прячутся от этих процессов, дескать, они не лезут, хотя они участвуют в этих процессах, активно участвует партия социалистов, партия ШОР, но очень много отзывов, и мы знаем, что предлагает людям деньги. Большое количество агитаторов нанимает, платят деньги, и достаточно много информации, что предлагает и будет предлагать деньги в день выборов. Вот это, конечно, будет продолжением разложения Гагаузии, потому что те люди, которые платят деньги, либо предлагают жителям, то они, собственно, покушаются на достоинство, они унижают наших людей, растаптывая остатки вот уважения к человеку, поскольку если они покупают голоса у людей, то, собственно, они покупают их права. То есть, что они будут делать дальше, трудно сказать, но ясно, что они не будут заниматься благотворительностью дальше во власти, а будут набивать себе карманы. Положение дел, повторюсь, у нас очень плачевное в Гагаузии, и нам нужно Гагаузию спасать, поэтому надо людям, конечно, очень быть бдительными, поскольку, ну, очень многие говорят, понимаете, нас обманули очень жестоко, особенно последние восемь лет. Я людям говорю, так, вы же сами избирали, да, нам обещали, ну, обещали это одно, но нужно же посмотреть на некую автобиографию, на некий, ну, на хотя бы на послужной список этих кандидатов. Да, кто есть кто, даже когда избирали, ну, избирали нынешнего Башкана, да, избирали восемь лет назад, но почему-то не задавали вопрос себе, а кто этот человек, а как она может руководить, если ни одного дня в жизни не руководила. Четыре года спустя она обещает новое обещание, при том, что заводы, фабрики и тысячи рабочих мест, они не сложились, никто даже не собирался их делать. Ну, люди, тем не менее, опять доверились. И вот мы не можем выйти из этого порочного круга, создавая сами, создавая условия для нечистоплотных людей, чтобы они овладели управлением Гагаузии. Сергей Константинович, что касается участия политических партий, да, ну, я не сторонник ни партии социалистов, ни одной из политических партий, как бы сейчас вопрос даже не в том, кто-то симпатизирует или нет этим партиям. Но, во всяком случае, партия Шор, как минимум, ну, представила своего кандидата и официально участвует в выборах. С партией социалистов немного другая ситуация, да. То есть, по факту они участвуют и подали заявление в Центральную избранную комиссию на участие в выборах Башкана, в то же время они не определились, и у них, по сути, нет кандидата от партии социалистов, потому что номинально господин Узун был зарегистрирован как независимый кандидат. И у меня вот есть вопрос, на который я не могу найти ответ, ну, всю избирательную кампанию. Возможно ли вообще такое? И позволяет ли это делать избирательный кодекс, ну, скажем, Гагаузии, что политическая партия регистрирует казначея, участвует в выборах, но не выдвигает кандидата? Потому что, если мне память не изменяет, господин Узун даже был зарегистрирован как независимый кандидат ранее, чем секретарь партии социалистов подал прошение в Центральную избирательную комиссию. Ну, это детали в большей степени, конечно, к партии социалистов и кандидатам, каким посредством. То, что они прописаны в уставе, мы тоже разбирались с этим вопросом. Там есть, конечно, нарушение устава, потому что они не выдвигали кандидатов. Это вопросы к Центральной избирательной комиссии. Центральная избирательная комиссия Гагаузии обязана проверять те документы. Больше тут сказать мне добавить нечего. Но если кто-то из конкурентов захочет обжаловать, ну, это не в моих правилах, не собираюсь идти по пути жалоб. Но сама их кухня, вот, либо они преднамеренно разделили на две части своих, ну, не то чтобы электората, а своих кандидатов. Либо у них, на самом деле, есть расколы в партии и есть недоговоренность. То есть это, вот, повторюсь, это кухня самой этой партии, им разбираться в этих вопросах. Ну, то, что касается вот феномена партии Шор, потому что кандидат, при всем моем уважении, госпожа Гуцу, ну, в общем-то, как бы, ну, да, то есть человек, который не имеет вообще никакого опыта административного или работы в органах государственной власти, был выдвинут, и мы видим, насколько большие ресурсы затрачиваются на избирательную кампанию. И в этой связи у меня возникает вопрос, потому что вы чуть выше говорили о возможности, ну, финансового подкупа или влияния через финансы на решение избирателей. Почему стало возможно, что политические партии, ну, настолько играют роль сейчас в этой избирательной кампании, потому что, ну, в Гагузии всегда было осторожно отношение к политическим партиям как таковым, да? Ну, партия социалистов, там, левые партии всегда пользуются определенными предпочтениями, но если мы говорим о местных выборах, не на национальных, то партии всегда, как бы, не играли столь важную роль. Почему стало возможным, что сейчас партии настолько активно заинтересовались выборами главы Гагаузии? Я не знаю, какова стратегия партии Шор в Гагаузии, и выдвигая своего представителя, которого народ не видел вообще, глаза, да? То есть человек, который выдвигается в Башканном Гагаузии, не ходит на встречи, не ходит на дебаты, никто этого человека не видит. Возможно, какой-то эксперимент проводится в Гагаузии перед, там, местными выборами, или, к примеру, там, в будущем какие-то плавные стратегии могут быть, может быть, они будут строить на парламентских выборах. Как люди отреагируют? То, что Гагаузия стала очень бедной последние годы и вынуждает некоторых людей, и, возможно, немало количества людей, просто брать деньги, потому что они оказались в такой ситуации, это факт. То, что это разлагает Гагаузию, тоже факт. То, что последние 8 лет Гагаузия сильно деградировала, и при нынешней власти вот эти технологии грязные использовались, и особенности 4 года назад, и даже на депутатских выборах, это тоже факт, потому что центральные, именно с попустительства центральных властей, все время, значит, беспредельничали в Гагаузии. Нет, по-моему, нигде в Молдове такого региона, чтобы так, по такому беззаконию проходили выборы. И сегодня мне тоже непонятно, что власть, которая в своей стратегии, в основу, ставила борьбу с коррупцией, наведение порядка, отдавала приоритеты справедливости, тоже смотрит на все эти вещи сквозь пальцы. Поэтому трудно сказать, чем это закончится, эта история, но нам, жителям, нужно понимать и помнить об одном, что у нас есть ответственность перед нашими предками. Перед нашими предками, ответственность за нашу землю. Те люди, которые жили во время румынской оккупации, и жили во время войн, во время голода, выжили в этих условиях. Сейчас распадается Гагаузия, молодежь уезжает. А те, та же молодежь, которая уезжает и живет в других странах, они абсолютно, может быть, многие из них безразлично относятся к Гагаузии, вместо того, чтобы просто звонить своим родителям, говорить о том, что нужно все-таки каким-то образом влиять на эти процессы, потому что мы пропадем как народ, как нация. Вот этот эксперимент, как над подопытными кроликами, проводится сейчас вот именно посредством подкупа, потому что формируется огромное количество тысячами людей в качестве агитаторов, которые выплачивают серьезные зарплаты, то есть, ну, не зарплаты, а выплачивают серьезные деньги. И эта ситуация для нас, я вообще-то смотрю, как некую трагедию для нашего народа, потому что, если, не дай бог, такой эксперимент для них пройдет удачно, то с нами можно будет делать все, что угодно. Вот ломать, крутить, все, что угодно. Можно избрать любого человека башканом, а впоследствии внедрить и совершенно чужих людей внедрить в народное собрание, потом делать с автономией что угодно. Сергей Константинович, роль центральных органов власти вот в этих процессах, потому что, не буду называть имя там политика, недавно я попал на его интервью, он задавался там вопросом касательно финансирования партии ШОР, в том числе вот протестов, и вполне закономерным, на мой взгляд, вопросом, что неужели служба информации и безопасности не знает канала, откуда в страну, допустим, поставляются деньги для организации протестов партии ШОР, в том числе деньги, которые уходят на избирательную кампанию в Гагаузии, потому что мы прекрасно понимаем, что если за неделю партия ШОР декларирует там от 2700 до 1 миллиона затрат в центральную избирательную комиссию, то по факту эти расходы как минимум в 5 или, возможно, что даже в 10 раз больше, чем они задекларировали в центральную избирательную комиссию. Почему сегодня центральная власть, по сути, бездействует в этих процессах? Ну, мне трудно сказать, ответить за них, но, как я повторюсь, на все эти процессы, на все эти вещи не смотрят сквозь пальцы, вместо того, чтобы влиять на эти процессы. Да, у них достаточно инструментов для контроля, отслеживания поступления денег, реализации и использования, собственно говоря, но мы посмотрим, будут ли они участвовать в этих процессах. Я ведь не против, чтобы все конкуренты участвовали, но все должны иметь равное конкурентное право, да, ради справедливости. Я одному из коллег, конкурентов, задал этот вопрос за использование административного ресурса, нарушается принцип справедливости по отношению к другим конкурентам. В этих условиях, вот я иду, да, у меня с человеком вдвоем идем, к людям с чем? Мы идем со словом, идем с правдой, пытаемся убедить людей. То есть у нас нет возможностей, даже нет намерений, нету даже намеков, даже если были бы возможности, я никогда бы денег не предлагал бы, потому что я понимаю, что это такое предложить деньги людям. Это покушаться на его достоинство, на его честь, на его совесть. И я не могу никогда через это переступить. Так вот, мы идем, никому ничего не предлагаем. Во многих местах владеем информацией, что даже для того, чтобы созвать людей, вот собрать людей, платят деньги для того, чтобы привести людей на встречи. Кроме того кандидата, что административный ресурс, используются бюджетники, свозят с детсадов, со школ и так далее, всех, извините, как отару овец, свозят для того, чтобы просто послушать одного кандидата, создать некую массовку, картинку, показать, что, посмотрите, люди толпами приходят слушать этого кандидата. То есть создать некую иллюзию и на спекулятивной форме преподнести это народу. Нет этой свободы. Мы просто встречаемся, никого насильно не пригла... То есть не заставляем что-либо делать. Просто даем свои приглашения, инициируем через агитаторов. Как у нас получается, встречаемся с людьми, чтобы донести правду. Вот и у вас, СМИ, и используем все возможности. Насколько это будет воспринято людьми, покажут выборы. Но другого у нас инструмента нет. И вот именно таким образом должны были работать все абсолютно кандидаты. Понимаете? Даже если у тебя есть возможность заплатить 4 миллиона лей, то должно быть основание, почему ты укладываешь эти деньги. Ведь даже если взять, ну, к примеру, 20 тысяч лей зарплата Башкана. За год это составит 240 тысяч лей. 4 года нетрудно посчитать, это не больше... Ну, пусть будет миллион лей. Миллион лей Башкан будет получать за 4 года в виде заработной платы. То почему надо вкладывать 4 миллиона на старте, чтобы получить миллион? Ясное дело, чтобы, если вкладывает человек 4 миллиона или 5 или 10 миллионов, он захочет потом вырвать 40, 50, 100 или даже, может быть, больше миллионов. Вот мы не выберемся из этой кабалы, если не разрушим эту порочную систему. Сергей Константинович, вы чуть выше сказали, что есть вероятность того, что возможно, что многие люди не выйдут на избирательные участки 30-го. Вот по-прежнему есть угроза того, даже после сокращения списков значительно, того, что выборы могут не состояться. Ну, я уточняю, не говорю, что многие, но немало людей, то есть немало людей, которые, собственно, очень с недоверием относятся. Люди обижены на власть, люди брошены. Вы понимаете, вот люди видят все эти безобразия, да, миллионами расходуются на праздники. Люди видят, как наша власть на протяжении, они живут в параллельном мире. Человеку на операцию денег негде взять, понимаете. Таких-то людей у нас масса, а тут публично расходуются миллионы, не спросил у народа, почему они это делают. Вот именно эта несправедливость, именно чуанство властей, неуважение к людям привело этих людей к такому состоянию. Они, собственно, не виноваты. Но как донести до всех? Нет возможности физически со всеми встретиться и поговорить, как мы сейчас с вами говорим. Через телевидение не все получается. Вот живые контакты, встречаясь с людьми, удается многое донести до людей, удается убедить людей. Но очень жаль, что, я говорю, вот такой контингент, мне трудно сказать, может процентов 20, может 30 процентов. Это огромная масса людей, наших людей, которые не хотят даже сегодня идти на выборы. И риск, в любом случае, срыва воров есть. И думается, что нынешний Башкан тоже не заинтересован, чтобы выборы состоялись. Она все равно же создала неблагоприятные условия для этих выборов. Мы же все равно пытались и сделали, внесли изменения в уложения для того, чтобы создать, понимая, что людей мало, чтобы было одна треть всех людей. Вы знаете, что очень много даже пожилых людей уехали на зиму, уехали к своим детям. Очень много пустых домов. Ситуация просто катастрофическая. Я очень хорошо, как бы, знал проблем много. Но с каждым днем, с каждым часом, как мы встречаемся с людьми, у меня тоже очень дополнительное разочарование появляется, потому что ужасно столько проблем, и сколько не решалось. Настолько люди обижены и брошены. Поэтому как-то нужно спасать Гагазию без единства людей, без инициативы, без того, чтобы выйти на выборы. Ситуацию не изменить. Поэтому я, пользуясь случаем, хочу попросить вас, уважаемые жители, кто думает или кто считает, что ничего не изменится, так дайте шанс надежде. Выйдите, пожалуйста, на выборы, потому что своими действиями, вы даже того не понимая, сохраните эту воровскую власть. Поэтому прошу вас изменить свое отношение. Выйдите на выборы. Если вам не нравится кто-то из кандидатов, можете голосовать против всех. Я же вас прошу, чтобы вы проголосовали с Сергеем Чемпоеж. Я обещаю, что мы с вами вместе максимально на справедливой основе будем менять Гагузию. Потому что по-другому эту систему, антинародную, не поменять. Мы вместе с вами будем строить народную власть. Явки избирателей и потом после выборной ситуации. Нет ли сегодня опасности того, что если центральная власть не устроит выборы главы Гагузии, потому что мы понимаем, что одно дело официальное заявление партии, а другое дело по факту, что происходит. И наверняка и однозначно они имеют скрыто кандидата, которым заинтересованы в его прохождении. Может ли быть такой сценарий, что выборы могут быть опротестованы, если не понравятся результаты? Или не устроят? Всякое может быть. Я все-таки склонен считать, что если кто выиграет выборы, даже не кандидат от партии ПАС, куда они денутся, должно быть основание. Но если не будет явного подкупа, доказательств, фактов, то нет никаких оснований эти выборы отменять. Ну, по части, понимаю, что из-за политкорректности мы не говорим, не называем имен, но сегодня-то можно сказать о том, что скрытый кандидат от партии ПАС это Дмитрий Кройтер. Он же является чрезвычайным послом Республики Молдова в Турции. Назначила послом Турции господина Кройтера Майя Санду. Без ее согласия он не может покинуть территорию Турции. Даже на похороны к родным он не может приехать. Это очевидно, что только согласие Майя Санду он приехал на выборы. Действующий посол он сегодня участвует. Ну, почему он об этом не говорит? Будет сегодня дебат, я об этом спрошу. Сергей Константинович, если мы говорим о списках избирателей, да, потому что это проблема, потому что она предпоследних выборов в списках было 109 тысяч. Сейчас чуть более 102 тысяч, 92 тысяч избирателей. Те списки, которые были уточнены при Марьеме и поданы в Центральную избирательную комиссию. И куда-то странным образом пропало там, ну, 16-17 тысяч избирателей. Мы понимаем, в чем проблема, да, в списках. И понимаем в том, что снижение порога явки сняло бы все вот эти вопросы, потому что независимо от того, сколько было бы там в списках 109 или 92, все-таки порог явки в одну треть, он бы менял, как бы, ситуацию, связанную с тем, чтобы выборы были легитимны и результаты в том числе. Сегодня же есть очень много вопросов к тому, куда за 4 года пропали там, да, 16 тысяч избирателей, они выехали из Гагаузии, или эти люди просто умерли, скажем так, в кавычках, от хорошей жизни. И у меня вот к вам вопрос, как к кандидату-участнику избирательной кампании. Задают ли эти вопросы жители Гагаузии? Да? Вот куда мы просто дели, грубо говоря, 16 тысяч человек из списка? Ну, наши люди уезжают отсюда массово. Я и на встречах говорю им о том, что главная наша беда остановить отток наших людей, создать им условия. Для этого я предлагаю реальную программу, как остановить и создать условия для молодых людей. В противном случае придет время, и может быть несколько лет мы останемся без молодых людей, некому будет платить пенсии. Мы разрушаемся. Реальная ситуация очень плохая. Я вот даже, казалось бы, вот села здесь рядом, более-менее благополучно, даже Кирсово, да, вот, были в лицее. Мне называют директор лицея, что 840 или где-то, примерно, 840 детей было в 2004 году. Сейчас 360, почти в три раза меньше. Рядом в гимназии там то же самое было, где-то 600 с чем-то, осталось сегодня 240. Такая тенденция везде. Печально, вот, примерно, в Кирит-Лунге там родилось, по-моему, 5 детей за прошлый год. Подобная ситуация в Бешалме. У нас ситуация катастрофическая. Мы должны бить в набат все, что нужно Гагаузию спасать. Разобраться во всем. Поэтому, если мы это не остановим, то разрушение, вот, разложение, о чем мы говорим сегодня, подкуп и все остальное, разложение Гагаузии продолжится. Очень быстрыми темпами. И то, что вы сказали, тысячи людей, это исключительная вина властей Гагаузии, которые взяли обязательство создать 5000 рабочих мест. Создать десятки предприятий не создали, обманули людей. Потому что, если бы они работали в интересах народа, у нас не убавилось бы количество людей. Напротив, прибавилось бы. Что касается того, что вы говорите, да, потому что здесь мало, ну, скажем так, желаний или видений кандидатов на должность Башкана Гагаузии, да, в состоянии, делая о том, как это все возможно, ли поменять еще, или нет. Есть ли осознание у жителей автономии к тому, что от их голоса может зависеть, да, будущее автономии, и в том числе и решение вот этих всех проблем. Потому что, ну, почему я задаю вам этот вопрос? Потому что вы ежедневно встречаетесь с жителями автономии. Мы, к сожалению, не имеем такой возможности, чтобы общаться с таким, большим количеством людей. И складывается впечатление, что общество, ну, не совсем готово. То есть готово. Люди слушают, поддерживают тех или иных кандидатов, а будут голосовать, к сожалению, по каким-то другим принципам. Но, во всяком случае, у меня складывается такое впечатление. Нет, есть много людей, ну, вы понимаете, вот сколько людей у нас приходят на встречи, и, к сожалению, конечно, хотелось бы, чтобы их было больше. Но люди очень пассивные из-за того, что не верят, не доверяют, и отбрасывают это все на второй, на третий план. Но при встречах многих нас, ну, удается убедить в том, что мы сможем вместе, и у них исходка появляется. Я могу сказать, потому что, поскольку вот с глазу на глаз с людьми встречаемся, я предлагаю реальные проекты, как вместе все это можно изменить. Но жалко, что нету возможности с большим таким количеством, чтобы на аудиторию приходили по 500 человек и по 1000 человек, чтобы можно было в общении с людьми объясниться, да, объяснить причину, чтобы люди лучше понимали. Поэтому вот хотя бы через такие площадки, через СМИ, попытаемся это сделать, убедить людей, потому что все равно же наша жизнь в наших руках. Как бы мы ни говорили, мы не можем сегодня сказать, вот даже в свободном общении, вот есть люди по отдельности говорят, мы ни в кого не верим, ситуацию не изменить, и что бы ни говорили, ничего не изменится к лучшему. Вот есть такие непрошибаемые люди, да, но я говорю в ответ, тогда что нам остается делать? Поднять руки и ждать, когда мы умрем, что ли, все? То есть нужно пытаться что-то делать, нужно пытаться спасать Гагаузи, разобраться в причинах, изберут меня башканом Гагузи, я говорю в обязательном порядке, проведем ревизию по основным проектам, по основным проектам, ибо во имя восстановления справедливости это нужно сделать. Если мы этого не сделаем, если мы не наведем порядок, то дальше, конечно, у нас будущего не будет. Сергей Константинович, если мы посмотрим о тех проблемах, которые есть в Гагаузи и были они, как бы немного отходя от избирательной процесса, избирательной кампании, хотя мне кажется, как бы сейчас все связано с избирательной кампанией. На прошлой неделе появилась информация о закрытии суда в городе Чедерлунга. После этого мы видели, было внеочередное заседание муниципального совета в Чедерлунге, потом последовало заявление руководства Народного собрания, потому что, ну, во всяком случае, не видел, что проходило заседание законодательного органа. И понятно, что это проблема не одного дня, потому что реформа судов началась несколько лет назад. И здесь возникает очень много вопросов. Если знали о реформе, потому что суды уже начали реформировать, в том числе, когда реорганизовали офисы в Чедерлунге, конечно, и в Гагаузи только был создан офис Камрад с филиалами в Чедерлунге, конечно. Почему тогда власти Гагаузи молчали о том, что через какое-то несколько лет будет закрыт офис в Чедерлунге, а вполне возможно вторым этапом эшелоном пойдет и суд офис в Вулканештах. То есть 2-3 года власти молчали, зная о том, что такая проблема есть, потому что реформа начала внедряться. Сегодня, когда уже по сути решение принято, мы видим там, ну, по путку руководства Народного собрания в очередной раз сделать какое-то заявление без реальных рычагов того, как решить эту проблему. Почему так происходит? Где были власти Гагаузи 2-3 года назад, когда начиналась эта реформа? Все начинается с главного, да, вот все с головы. Главное лицо у нас Башкан Гагаузи член правительства. И все эти реформы, которые начинают вот на стадии, на начальной стадии подготовки, они же не просто так вот решаются, да, должны рассматриваться, решаться, обсуждаться там. То есть должна быть активность, участие в вопросах защиты наших интересов. По части реформы, но где-то мы слышали о реформе, но я не видел и не знал о том, что возможно ликвидировать там суд Чедерлунги и так далее. Кстати, в тот день, когда проходило заседание муниципального совета, мы были на встрече в Чедерлунге, и коллега Николай Иванчук сказал об этом, мы пришли на это заседание, я выступил перед советниками и сказал о том, что просьба в вашем решении направьте в Народное собрание для того, чтобы мы созвались на специальную сессию, чрезвычайно, для того, чтобы мы ее обсудили. Но опять же, все покрыто мраком. Мы не знаем, что было доведено до Башкана Гагузи, до председателя Народного собрания, которые скрывали этот факт, вероятнее всего, и мы оказались перед фактом. Уже не первый раз. Как, собственно, было и с налоговой службой. И очень жаль, что наши руководители так вот беззубо подходят и так бездарно транжирят наши полномочия. Отвоевывать их гораздо сложнее. Нужно их отставить на начальной стадии. Тогда, когда вопрос начинает прорабатываться, тогда нужно включаться, включать все рычаги для того, чтобы не дать возможности принимать какие-то решения ущерб Гагаузии. Это вина, исключительная вина наших властей. Если мы говорим о политических полномочиях и в том числе взаимоотношениях с Кишиневым, вам видится, что, ну, давайте будем говорить, независимо от результатов выборов главы Гагаузии, что этот диалог может стать позитивным. Потому что до сих пор, ну, давайте признаем, что эффекта мало от всех переговоров. Полномочия Гагаузии из года в год убирались и мы понимаем, к чему мы дошли, в том числе и там, не только по налоговой, судам и так далее, так далее, список длинный. Есть ли сегодня предпосылки к тому, что в условиях, когда, ведь, ситуация такова, что жители Гагаузии, ну, традиционно, имеют левые взгляды на политическую ситуацию и пророссийский настроен, тогда как власть в Кишиневе сегодня имеет другую политическую повестку. И в этой связи, да, как бы, ну, мы видим, что все-таки это противоположное видение и здесь, соответственно, наверное, сложнее находить диалог по каким-то принципиальным вопросам, в том числе и касательно разделения полномочий между Центром и Гагаузской автономией. Есть ли такие предпосылки, что вопрос может быть идти в позитивной динамике или мы будем продолжать терять полномочия? Это на ваш взгляд? Ну, зависит от того, кто будет руководить Гагаузией, потому что то, что вот есть отношения наших властей, я имею в виду Башкана-Гагаузии, какие-то личностные колки, какие-то отношения, они не способствуют нормализации отношений. Вот как мы в рамках межпарламентской группы обсуждаем, исходя из фактов, отстаиваем, именно подобным образом нужно будет решать вопросы. Да, в вопросах геополитики у нас идут, как говорится, разночтения. Гагаузия придерживается стратегического партнерства с Российской Федерацией, власти Молдовы сегодня настроены совершенно в противоположном направлении, и понятное дело, что проблема это война на Украине. Мы не поддерживаем войну на Украине, то, что два братских народа воюют, это трагедия для этих обеих народов. И дай Бог, чтобы в этом году эта война закончилась и начали наложить нормальные взаимоотношения. Что касается автономии, то мы часть страны, мы автономия в составе Молдовы, и мы не можем себя рассматривать иначе. Центр, кто сегодня во власти, партия ПАС, вчера были социалисты, завтра будут, может быть, другие. В любом случае, мы должны в рамках одной страны, с учетом того, что автономия часть этой страны, налаживать нормальные отношения с центральными властями в интересах народа. То есть, это вопросы финансов, экономики, и культуры, и политики, и всего-всего. Ну, по части разночтения, вот как я сказал, если у нас есть противоречивые взгляды по геополитике, то ничего страшного здесь я не вижу. Это позиция нашего народа. Наш народ так решил. Мы так хотим, и это наша воля. Поэтому нам никто не может навязывать чужую или там чужую волю. Но это не должно быть препятствием для нормального функционирования взаимоотношений между центром и Гагаузией. Мы, повторюсь, часть этой страны, мы активная часть. Мы должны понимать, что автономия будет существовать ровно столько, сколько будет существовать Молдова. Мы должны бороться за независимость Молдовы, для того, чтобы она крепла и улучшались нормальные взаимоотношения. Мы не против ни этнических Молдаван, ни болгар, ни русских, никого. Для нас все жители Молдовы, мы их воспринимаем как братья. Мы одна страна, поэтому мы отстаиваем интересы собственной страны, мы против утраты суверенитета, мы против ликвидации этого государства, мы об этом говорим открытым текстом. Вот завершая наше интервью, потому что осталось, ну, наша программа выйдет, наверное, за несколько дней до выборов. Если у вас есть что-либо сказать нашей аудитории, потому что среди них наверняка есть и в том числе и ваши избиратели. Да, я с удовольствием скажу еще пару слов, даже во время обсуждения высказался, ну, в большей степени, конечно, я прошу вас, уважаемые жители Гагаузии, проявите активность, проявите, пожалуйста, даже при всех обидах, что бы то ни было, пожалуйста, выйдите на выборы. Я прошу поддержать Сергея Чимпаеша. Повторюсь, я буду вместе с вами строить народную власть. Мы создадим поистине народную власть, исполнительный комитет, властные структуры, руководители, начальники управления, их заместители будут избраны посредством конкурса среди народа. Остальных людей, хочу, чтобы просто было ясно, понятно всем, те люди в бюджетной сфере, которые работают, которые работают честно, никто их не собирается трогать, нам нужны специалисты, мы никого трогать не собираемся. Но наведем порядок, чтобы у нас не было тысячами мертвых душ, чтобы чиновники не прикрывались. Будем наводить порядок. Во всем будем строить максимально справедливую, честную, прозрачную систему, где все чиновники, начиная от башка на гагусь, заканчивая в бюджетных сферах и в детсадах и так далее, будут отчитываться перед вами открыто на открытой прозрачной основе. Поэтому я прошу вас, пожалуйста, выйдите на выборы и проголосуйте за Сергея Чимпаеша. Спасибо. Спасибо, Сергей Константинович. Напомню, что вы смотрели интервью с Сергеем Чимпаеш, кандидатом на должность Башкана Гагаузии на информационном портале ЛАФМД. Оставайтесь с нами, будете в курсе происходящих событий и призываю вас 30 апреля выйти на избирательные участки для того, чтобы выборы главы автономии состоялись и из бюджета не было израсходовано еще 3 миллиона лев на дополнительную избирательную кампанию. Неважно, за кого вы будете голосовать, главное, отдать ей свой голос для того, чтобы выборы состоялись и публичные финансы были израсходованы с той целью, на которую их выделяло Народное собрание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok